В последнее время множество знаменитостей стали предметом новостей из-за привычек касательно гигиены. Звезды открыто говорят, что не любят умываться. Например, Эштон Кучер ежедневно моет только область паха, не затрагивая другие части тела. Джейк Джилленхол недавно признался, что стал придавать все меньше значения процедуре купания. Он считает, что мы очищаемся естественным образом. Джейк, теперь все стало понятно. Если от всех будет плохо пахнуть, то продажи твоего парфюма возрастут. Вы, вероятно, слышали о звездах, как Роберт Паттисон. Он поведал, что никогда не моется. Брэд Питт же говорит, что пахнет божественно, но редко принимает душ. В то же время скала заявляет, что не является частью их пахнущей компании и моется три раза в день. Встает вопрос, очищаемся ли мы естественно? Какие есть социальные нормы, связанные с умыванием? Как мылись наши предки и были ли они чище? Наконец, как выглядит идеальная процедура приема душа? Ответы на вопросы вы услышите в данном видео. Во-первых, частью тела, которое самоочищается, являются уши. Наши уши вырабатывают серу и чистятся естественным образом, поэтому можно не пользоваться ватными палочками. В реальности я бы не рекомендовал вставлять их в уши. Вместо этого протрите их снаружи мокрым полотенцем. И, кстати, если у вас скопится в ушах слишком много серы, то лучше просто сходите к доктору, который промоет ваши ушные каналы. Это очень приятно и, более того, полезно для здоровья ушей. Далее глаза. Когда вы моргаете, вы очищаете слизистую. Лучшее, что вы можете сделать, это сохранять водный баланс. Пить много воды. Не нужно использовать капли, если у вас нет раздражения и сухости глаз. Затем, рот. Рот не очищается естественно, особенно если вы потребляете много сахара, что плохо влияет на зубы. Если вы еще не чистите зубы два раза в день, не пользуетесь зубной нитью и не чистите язык, то вам необходимо развить эти привычки. Позаботьтесь о здоровье полости рта. Следующее, гениталии. У женщин есть некоторое самоочищение, но у мужчин нет. Поэтому мыться нужно ежедневно и, разумеется, не забывать об области ягодиц и паха. Промывайте их каждый день, особенно если есть много волос. Некоторые могут спросить, так как же наши предки? Разве не было у них проблем? Не совсем, так как они приседали и широко раздвигали ягодицы. Они не сидели на фарфоровых тронах, как мы сегодня. Люди не думают о расстоянии между ягодицами, что не приносит пользу. Далее идут волосы и здесь все неоднозначно. Некоторые говорят, что не нужно использовать шампуни. Обычно у таких людей хорошие или короткие волосы. Но если у вас длинные или жирные волосы, с особыми потребностями, или имеется перхоть, то вам необходима правильная продукция. От самоочищения переходим к социальным нормам. Они отражают социальные ожидания в вашей стране, культуре, области. Они могут меняться в зависимости от места и иметь совершенно иное значение. У некоторых людей есть проточная вода, у других нет. При разных обстоятельствах есть люди, которые живут в жарком климате, занимаются спортом, крайне активные люди. Существуют области с условиями, которые принуждают умываться. Все зависит от конкретного места. Например, в США прием душа раз в день является социальной нормой. Если не искупаться один день, то никто не заметит. Пара дней – и может начать пахнуть. Люди склонны верить, что вы моетесь раз в день, и если кому-то сообщить, что вы не мылись неделю, то они, скорее всего, будут сторониться. Социальные нормы являются неписанными правилами. Они не закреплены юридически. Эти правила не являются принудительными, и вы можете их изменить. Ребята, напишите в комментариях, какие социальные установки есть в ваших регионах. Принято ли принимать душ ежедневно? Много ли людей, которые моются лишь раз в неделю? Дайте мне знать в комментариях. Случайный закон об умывании номер один. В штате Джорджия запрещено держать осла в ванне. Аарон Марина, мы смотрим тебя. При этом в штате Аризона есть то же правило касательно ослов. Им разрешено стоять в ванне, но запрещено там спать. Случайный закон об умывании номер два. В штате Массачусетс нельзя идти в кровать, не приняв перед этим душ. А в Бостоне, чтобы принять ванну, нужен рецепт от доктора. Третий закон. В Арканзасе запрещено класть аллигатора в ванну. А что, это имеет смысл? Поговорим о Калифорнии. Там нельзя купать двух младенцев в одной ванне в одно время. При этом нужно удостовериться, что вы не едите апельсин. Следующий закон. В Пенсильвании запрещено петь в ванне. Я не нашел ничего о пении в душе, но в ваннах точно нет. Далее, в штате Южная Каролина нельзя держать лошадей в ваннах. Лошади в ваннах Южной Каролины. Не представляю, что там происходит. Господа, если вы сидели в самолете или автобусе напротив человека, которому необходимо помыться, то поставьте лайк этому видео. Это действительно поможет нам. Итак, мы можем знать, в каком направлении двигаться. Теперь давайте ответим на вопрос, действительно ли у наших предков была ужасная гигиена. Наш прапрапрапрадед был парнем, от которого плохо пахло. Конкретно о нем у меня нет информации, извиняюсь. Но в целом я могу сказать, что все зависело от условий проживания. Были римляне, которые были даже чище, чем современные люди. Вы только посмотрите на римские бани, акведуки. Эти сооружения были в основном бесплатными и крайне продуманными. Люди могли приводить себя в порядок, принимать ванны и тщательно умываться. Даже если римляне не понимали ценность гигиены, они точно осознавали, что умывание было частью их культуры, было частью некоторых религий. Некоторые, может быть, живут в Индии, Бангладеше, где крайне приветствуется мыться несколько раз в день. Если люди жили у реки, то было легко умыться в ней. Если были бани и другие необходимые вещи, то люди часто их использовали. Некоторые говорят, что церковь была против умывания людей. Проповедовали, что принимать ванны – это опасно. Опасным было погружение. Люди в то время плохо умели плавать. Особенно в холодной воде можно было заработать озноб. Поэтому было не принято погружаться под воду. Люди купаются на Филиппинах, в других частях света. Часто у них есть только кувшин и губ, и моют они пах и подмышки. Почти всегда было известно, что хорошо быть чистым. Итак, какое отношение это имеет к соцнормам? Давайте вернемся на 150 лет назад. Сантехника была редким явлением в США, поэтому было принято мыться раз в неделю, в субботу вечером. После работы на ферме всю неделю нужно было умыться и почиститься. Вы идете в кровочистым, чтобы на следующий день посетить. Церковь. Почему только раз в неделю? Потому что не было условий. Я сам это испытал в Украине. Летом в Киеве, бывает в районах, отключают горячую воду на три недели. Я попал именно в такой район, и если я хотел принять горячую ванну, при этом замерзнуть я не хотел, то нужно было разогревать ведра с водой на плите. Когда я уехал в деревню в Украине на пару недель, я узнал, что там не было доступа к проточной воде. Я мог умываться, но это было очень неудобно. Дело в том, что чистота купания зависит от возможностей людей. На сегодняшний день очень легко помыться в душе, имея современные удобства. Я думаю, что умываться раз в день – это хорошо. Это подходит нашим внутренним часам. Но если у вас очень плотный график, несколько людей живет в квартире, и у вас ограниченный доступ к удобствам, то имеет смысл принимать ванную лишь раз в неделю. Все ведет к вопросу, каков идеальный режим купания? Как часто нужно принимать душ? Все зависит от обстоятельств. Детей, младенцев действительно нет необходимости умывать каждый день. На самом деле, многие педиатры рекомендуют ничего не делать, кроме как точечно протирать ребенка. И только когда он начинает двигаться, ползать, тогда можно положить его в ванную. Что касается детей, то, исходя из своего опыта, могу сказать, что пару раз в неделю будет достаточно, если они не пачкаются. Здесь главное, если ты не грязный, то не нужно мыться, опять-таки, в зависимости от возраста. Вы подросток гормонального возраста. Вам 20, но вы много потеете. Если вы тренируетесь, вы пахнете. Тогда имеет смысл принимать душ и два раза в день, особенно после тренировки. Есть люди с ограниченными возможностями в возрасте, которым трудно передвигаться. Нужно ли им купаться раз в день, если трудно заходить в ванну? Ответ – нет. Достаточно точечной уборки и купания раз в несколько дней, и тогда все будет в порядке, особенно если вы не потеете и не становитесь грязным. Господа, я снова хочу вернуться к теме выбора правильной, не агрессивной продукции для ухода за кожей и волосами. У меня есть сделка с компанией, но даже если вас она не интересует, все равно найдите подходящий продукт. Когда я был подростком, я подумал, почему бы не купить лавовое мыло с пемзой? Я помыл руки и лицо, думая, что так и надо. Вместо этого моя кожа покраснела, и все болело. С меня слезло три слоя кожи. Я испытал это, как и многие люди, которые думают, что средство должно дойти до костей. Но это не так. Мыло должно воздействовать только на первый слой, где оно удаляет частицы пыли и грязи. Нельзя втирать глубоко в кожу, воздействуя на масла. Это слишком жестко для кожи. Так что умывайтесь по возможности раз в день. Мойте лицо каждый день, если средства слишком жестко воздействуют на кожу. Моя рекомендация, мойте лицо два раза в день. И каждый раз, когда моетесь, особенно если вы спортсмен, используйте специальный нежный шампунь, который не смоет всю влагу и масла с волос. Итак, господа, напишите в комментариях, что я упустил, что вы можете добавить, как часто вы моетесь и что бы вы хотели увидеть далее. Как насчет видео «Почему нацисты были такими стильными»? Это часть моей новой серии об истории. Я серьезно заинтересовался, почему униформа была такой культовой? Почему о ней говорят спустя 80 лет после войны? Это и узнаем.